Я хочу поприветствовать вас от имени от лица Российской ассоциации мануальных терапевтов и выразить свою признательность, что пригласили на столь интересную конференцию мануальных терапевтов. И мне несколько вводных слов хотелось сказать о мануальной терапии, в частности в нашей стране, и о том, какие перспективы ее развития, в частности при заболевании опорно-двигательного аппарата. Надо сказать, что в 1982 году был организован первый семинар с подачей Минздрава. Он был в ЦЛЮФ, организован на кафедре у Василия Сергеевича Гайденко, руководителем Анатолием Бориславовичем Ситальем. Там курс был по мануальной терапии. И, в общем-то, мы так официально считаем, что с этого момента официально у нас, в нашей стране стало развиваться это направление. Мануальная терапия. Почему мануальная терапия? Потому что есть разные школы мануальной медицины. Она звучит как мануальная медицина в мире. Есть разные школы. И они как бы так объединены и конференциями, и всем под названием мануальная медицина. И есть Международная федерация мануальной медицины. И там представлены различные школы. Ну и понятно, что медицина мануальная, да? То врач, который занимается этой медициной, он мануальный терапевт. Это уже традиция, скажем, нашей медицинской школы. Так что вы не путайтесь, когда говорят, что мануальный терапевт – это врач синтетической медицины. То есть это медицина основана, это врачебная дисциплина. Она основана на знаниях врачебных, в первую очередь. И потом произошло усовершенствование данного врача в области техник диагностики мануальной. И техник мануальной коррекции. Вот так нужно воспринимать всю эту ситуацию. Потому что существующие школы в мире, они отличаются друг от друга методом диагностики. В мануальной терапии методом диагностики, он вытекает из нашей пропедевтики, из наших дисциплин по ортопедии, по неврологии. И потому он нам более понятен, чем, допустим, какие-то другие школы. Ну, могу назвать, это школы прикладной кинезиологии, это школы остеопатии, это херопрактическая школа. Вот, в принципе, все занимаются одним и тем же. Вот, но, как и существует определенное различие в школах. В первую очередь, различия касаются диагностики. Я сейчас не буду глубоко углубляться в этот вопрос. Мне хочется сказать, что... Вот будет семинар завтра, да? Вот, и на этом семинаре просто мануальная терапия, ее нужно показывать непосредственно на пациенте. И это будет более запоминающейся, более кратко. Чем занимается мануальная терапия? Она занимается функциональными нарушениями. Напорно-дивидитовый аппарат. И вот на этой эстезии, уже развиваясь с 82-го года, это фактически 32 года, мануальная терапия заслужила, ну, она фактически свой авторитет заслужила. Потому что раньше не знали этого направления. Хотя до революции существовало мануальное как гостоправство. Причем даже в этом, в армии существовал такой специалист, фельдшер, костоправ, который занимался мануальной терапией. Вот. И поскольку привлек внимание к этой дисциплине доктор Касьян, вы помните эту историю, у всех она, наверное, ну, скажем так, в памяти есть, то, ну, как бы связывали все это направление с тем, что существуют техники ударные, техники так, тракционные выраженные, достаточно грубые. И что вот, ну, на самом деле, мануальная терапия сейчас, это вот, я еще раз говорю, синтетическое направление, которое имеет в своем арсенале где-то около 8 техник, которыми можно устранять функциональные нарушения со стороны двигательных сегментов и суставов. И это приводит, фактически, к снятию жалоб больного и, скажем, восстановлению его работоспособности. Вот. И здесь стоит такой вопрос. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать еще, что флексионный тест не я выдумал, а он существовал, и он и в ортопедии существовал. Но мы его применили как универсальный для обследования двигательных сегментов позвоночника. Вот. И для понимания того, что это очень простой тест, который дает мгновенную информацию о состоянии опорного двигателя позвоночника, и в то же время позволяет судить о том, какова динамика этих нарушений после тех или иных манипуляций. По сути дела, никакой другой метод у нас в медицине, он такой шикарной возможности не дает. То есть, нашел нарушения, устранил эти нарушения, и тут же посмотрел результат. И вот понятно, что в профилактике такой метод, он очень должен быть популярен. Но медицина развивается по своим законам. Оказалось, что не в профилактике оказалось, что он популярен, а в лечении целого ряда заболеваний, ну, вот, например, в ортоброгенах, да, вот там, где есть протрузия, там, где есть какой-то дефицит, там, где есть выраженное нарушение функции. Вот. Оказалось, что популярен. И фактически сейчас без мануальной терапии не только в Москве, или там, в Воронеже, или же в Питере, не обходится никакой лечения ортоброгенных нарушений. В чем задача мануальной терапии? Задача сейчас в том, чтобы популяризировать этот метод. На заре развития он, этот метод существовал как, значит, метод лечения заболеваний опорно-дивидительного аппарата. Но в настоящее время, в настоящее время уже понятно, что организм – это единая система, и что, скажем, соматические какие-то дисфункции, они приводят к тому, что возникают дисфункции и висцеральные. И устранение сегментарных соматических дисфункций позволяет решить функциональные проблемы при заболевании тех или иных органов. Но есть еще подход такой. Это вот подход, который получил развитие, в частности, в нашей стране, решение вопросов дисфункции висцеральных органов через коррекцию функциональных нарушений соматических структур. И мы в этом случае говорим о сомато-висцеральных дисфункциях. Но есть еще сомато-соматические дисфункции. И нужно понять, что позвоночник является единой системой, в которой все, что происходит в нижней части, все имеет свои эквиваленты в верхней части позвоночника. Отсюда и функциональное расстройство, с которым мы имеем дело. И отсюда эти расстройства можно найти и в таких нарушениях, как, например, сколиоз. нужно думать о двух составляющих сколиоза. Вот приходит к нам пациент, допустим, и он приходит, и мы видим то или иное искривление позвоночника, то или иное степени выраженности. Вот. И потом делаем снимки, делаем обследование, и выясняется, что у него есть клиновидные позвонки, есть какие-то другие нарушения. уже органического характера, да? И нам нужно как-то соотнести эти нарушения органического характера с теми нарушениями, которые реально ограничивают функцию данного позвоночника. И оказывается, что существует функциональный какой-то компонент в любой органике, и существует компонент вот тот диагностический, который мы выявили при исследованиях инструментальных. И пациент, который к нам приходит, у него есть и органические нарушения, и функциональные нарушения. Какова доля функциональных нарушений? Вот именно, видимо, за счет того, что функциональные нарушения существуют, мы можем скоррегировать визуальные проявления сколиоза. То есть, мы можем устранить все, что касается функциональных нарушений. И тогда вопрос, а каким образом это скажется на общей статике организма? И мы видим, что если мы устраним функциональные нарушения, то статика позвоночника улучшается. Причем улучшается заметно, не просто так, скажем, немного, а заметно и настолько выражено, что в ряде случаев говорят, что вот сколиоз уменьшился со второй на первую степень. Вот. Уменьшился за счет функциональных нарушений. И значит, нам чем полезна тогда эта методика, эта технология, которая сейчас внедряется на нашу медицину. Она полезна тем, что она может явиться средством в таичной профилактике у этих детей. Является ли она способом первичной профилактики? Это вопрос. Потому что и вопрос он не изучен. Нам предстоит собственно в этом деле разбираться. вот здесь уже говорили о том, что по сути не существует метода введения больного со сколиозом между оперативным какими-то воздействиями и первичной диагностикой. Но это действительно так. Вот именно потому, что существует два компонента функционально и органически. органики. мы тем не менее лечим. Мы назначаем корсет ажно и получаем эффект. Мы укладываем этих детей в гипсовую кроватку и получаем эффект. и вот за счет чего реализуется этот эффект? Нам очень важно понимать за счет чего. Органика остается. Сделаем мы снимки до, сделаем после, если мы посмотрим структурно, если были клиновидные позвонки, они остаются и никуда они не деваются. Значит, измениться что-либо в статике может за счет улучшения функции позвоночника. То есть за счет снятия функциональных двигательных нарушений позвоночно-двигательных сегментов. И мы видим, что эта статика помимо того, что улучшается в сагитальной плоскости, во фронтальной, мы видим, что она еще и в ротации тоже уходит. Она тоже может иметь динамику. Потому методы мануальной терапии они могут лежать в основе вторичной профилактики у детей с сколиозами. Мы их так называем ювенильные сколиозы. Тут вопрос еще стоит такой. Значит, все больные, которые попадали к нам с ювенильным сколиозом, мы так поинтересовались их родителями. Обычно их приводили родители, а есть ли у них какие-то нарушения. И оказывается, что в этих семьях и у родителей, и у детей сходные совершенно проявления. Это значит, что существует еще какой-то генетически обусловленный механизм. И те нарушения, которые существуют как маркер семьи. Другое дело, что проявляемость вот этого дефекта, она различна. То есть пенетерантность гена различна. Тот факт, что наследуется по аутосонно-доминантному типу, и мы видим, что действительно, причем не связанным с полом, потому что в семье обязательно у кого-то есть сколиоз. Ну, так скажем, в том поколении. Если есть у ребенка, есть у кого-то из родителей. Это может быть у женщины или же у матери или у отца. Но он существует с разной степенью выраженности. Скажем, у отца это может быть или то есть у родителей это может быть сколиоз первой степени, а у ребенка может быть второй. И это тоже дает нам определенную основу для того, чтобы выбрать группу риска и с ней работать. то есть могут быть разные совершенно критерии для выбора. Но вот обследование, мануальное обследование этой группы больных, она даст четкие критерии, по которым можно наблюдать и следить за динамикой проявления нарушения у этих больных. мне хотелось бы еще сказать мы увлекаемся порой исследованиями инструментальными. Будь то биохимические, будь то электроэнцефалография, будь то гипотеза, но вы же понимаете, что, скажем, если вы повернете туловище сами просто активно и зафиксируете потом биоэлектрическая активность мозга, то она будет отличаться от того, как вы стояли прямо. то есть является первичным механизмом. Я думаю, что нет. Но это естественно, это патогенетический признак и он может быть критерием подхода к лечению тех или иных больных. Это много лет назад я случайно, будучи на корминводах, мне встретилась работа. Доктор докторский его фамилия. Он сам занимался гастроэнтерологией и психотерапией. И вот он исследовал влияние психотерапии на больных с язвенной болезнью желудка и нашел удивительные вещи. Вот он проводит психотерапию, все показатели меняются, все биохимические показатели и улучшаются. И больной себя лучше чувствует, и показатели улучшаются, и язвы заживают. Понимаете? То есть многое то, что мы порой пытаемся взять в качестве критерии для классификации на самом деле являются вторичными нарушениями. Хотя их можно использовать очень правильно и грамотно, но они являются вторичными. И для нас действительно остается открытым вопрос, и в предыдущих докладах прозвучало, это очень правильно, это полиэтилогичные заболевания, здесь много патогенетических механизмов, но нужно понять, что мы можем сделать при этих заболеваниях, ну, скажем, там, руками, или там, физиотерапией, или лечебной гимнастикой, то есть для каждого такого метода лечения существуют какие-то свои критерии, и какова последовательность назначения, ну, например, мы берем пациента, и у него есть функциональное двигательное нарушение, мы назначаем ему лечебную гимнастику, вот как вы думаете, эта лечебная гимнастика, она поможет ему, или она будет адекватна, вот это назначение, ну, скажем, для того, чтобы реабилитировать или поправить данного больного. Оказывается, на этот вопрос достаточно сложно ответить. Почему? Потому что нужно посмотреть, какие функциональные нарушения, и какие упражнения, скажем, они будут что делать? Они, как, знаете, когда ранка на коже, чем ее больше рукой так клопаешь, тем она дольше не заживает. Если, скажем, есть какое-то функциональное нарушение, если мы упражнения назначаем, которые будут постоянно создавать очаг афферентации патологической дополнительной, то я думаю, что это лечение будет неадекватным. Хотя метод лечебной гимнастики, он существует уже много лет, он существует сотни лет, и в итоге он помогает. Но по той же причине, по которой я сказал, могут возникать и дистрофические нарушения в тех или иных двигательных сегментах. если постоянно нагружать данную ситуацию, то это приведет к развитию дистрофических нарушений. Так что этот вопрос, конечно, тоже предстоит нам всем проанализировать и выбрать последовательность процедур. Из нашего опыта мы знаем, что мы должны вначале устранить функциональные двигательные нарушения, а потом уже назначать лечебную гимнастику, и тогда она пойдет в те же самые упражнения, они уже будут приносить пользу гораздо больше. Вот такие соображения, которые мне хотелось с вами поделиться. Я думаю, что завтра я покажу методику. Мы постарались максимально упростить методику диагностики и коррекции, потому что сейчас мануальный терапевт обучается 560 часов, но я думаю, с этого года будет уже обучаться уже в ординатуре, то есть количество часов возрастет в 4 раза, вот, но всем нам идти в мануальные терапевты не представляется возможным, кто-то должен и в ортопедии оставаться, правильно? Вот, и значит, нам нужен метод, наиболее простой метод выявления функциональных расстройств и метод простой метод их коррекции. И я думаю, что вот в этом и будет перспектива развития этого направления в ортопедии, так же, как и в неврологии, сейчас она развивается, в неврологии удивительные результаты, которые, правда, стараются, чиновники стараются не замечать. Вот, например, есть такая ситуация, что стандарт медицинской помощи, да? Сейчас. Вот, я посмотрел стандарты медицинской помощи по заболеванию периферической нервной системы. и там очень интересная вещь, значит, мануальная терапия там звучит в этих стандартах, но как однократное исследование при поступлении. Вопрос, а дальше что с этими больными делать? Это не прописано. И когда пытаемся задавать этот вопрос, ну, дальше это реабилитационные мероприятия, они могут быть в платных каких-то поликлиниках, еще что-то такое, то есть это исключено из стандартов. Правильно сказать, не исключено, а не включено. И вот на это нужно обращать внимание, и вы увидите, чем больше вы будете этим методом заниматься, вы увидите его эффективность, потому что эффективность совершенно очевидна. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok